Игромания представляет Игры получились простыми, веселыми и незамысловато-мясными. Таким, по заверениям разработчиков, должен был стать и их новый проект — Deadfall Adventures. На сей раз было решено отойти от привычной адской тематики, а вместо этого — окунуться в приключенческую атмосферу в духе Uncharted. Взяв за основу романы Райдера Хаггарда, но перенеся действия в середину прошлого века, разработчики сочинили в меру интересную историю про отчаянного искателя приключений и древние артефакты. Нам предстоит вжиться в роль Джеймса Квотермейна, внука легендарного Аллана Квотермейна. И хотя от предка Джеймс унаследовал лишь навык владения огнестрельным оружием, это основной навык, который потребуется герою в поисках артефактов. Противостоять мы будем буквально всем подряд — нацистам, красным, мумиям и даже восставшим из мертвых конкистадорам. Противники интересные, чего не скажешь о главных действующих лицах. Что Квотермейн, что его спутники — все как один избитые архетипы. И всю игру только и делают, что кидаются пафосными фразами и стандартными шуточками. К тому же они так плохо анимированы, что смеяться чаще приходится над их кривляниями, а вовсе не над остротами. А вот туристический маршрут предлагает внушительное разнообразие. Тут вам и жаркий Египет, и морозная Арктика, и душные джунгли Гватемалы, и огромное количество древних храмов. Картинка, на удивление, сочная. Да и секретов на уровнях разработчики не пожалели. Буквально на каждом углу можно отыскать артефакты, необходимые для улучшения навыков героя. Кстати, искать сокровища куда интереснее, чем, собственно, стрелять. Все оружие звучит и стреляет абсолютно одинаково и совершенно не ощущается. А противники невероятно глупые. Кажется, они даже укрытие менять стесняются. К тому же они почти никак не реагируют на попадания и очень комично умирают. Если, конечно, вам посчастливится их убить, тут весь комизм сходит на нет. Потому что это внезапно оказывается очень непросто. Порой солдаты гибнут буквально от одной пули, а иной раз не хватает и целой очереди в упор. Но герой с ними в равных условиях. Может и от гранаты не пошатнуться, а может и от дуновения ветра умереть. Интереснее становится с появлением потусторонних сил. Разработчики позаимствовали механику из «Аллен Уэйк». Прежде чем начать пальбу по мумиям и мертвецам, их нужно высветить фонариком. Ничего принципиально нового, но все же долгожданное разнообразие. После похожих друг на друга перестрелок с людьми. Впрочем, стрельба все же не главная. Разработчики решили твердо следовать канонам приключенческого жанра до конца. И добавили в игру просто гигантское количество головоломок. Большинство очень простые. Но есть и пара тех, которые могут бросить какой-никакой вызов игроку. Особенно если из принципа не заглядывать в блокнот с практически готовым решением. Но по сумме, будем честны, проект вышел слабым. Красивая графика, не вытягивает на себе невыносимые перестрелки, нелепую анимацию и столь же многочисленные, сколь и однообразные головоломки. КОНЕЦ